всем привет друзья это новый выпуск проекта свои сегодня у нас будет очень жаркий выпуск мы поговорим с долером амитис он же доллар д тот самый дорогие друзья мы находимся в самаркан это место считал центром города является зеркальным отражением первым друзья у меня для вас есть небольшая новость наши друзья компания coca-cola таджикистан участвуют в конкурсе любимая марка таджикистана 2020 года я попрошу вас перейти по ссылке проголосовать за них выберите нужную номинацию отдайте свой голос это будет большая поддержка нашего канала спасибо дорогие друзья всем привет рядом со мной долер джон долер амитис и сегодня мы находимся в самарканде самом центре города делаем специальный выпуск специально для вас долер джон для наших друзей для наших подписчиков и зрителей немного себе меня зовут махмудов долер ульфатович имя данное мне при рождении многим известен как долер амитис группа сахро таджикистане как я знаю нас любят уважают и до сих пор слушают наши треки я родился в учтудуке воспитался самаркандом а живут ташкенте поэтому я не знаю прям именно на какой город мне говорит что это мой родной узбекистан весь весь мой город это моя страна я люблю свою страну мне везде хорошо там где мои близкие родные а чем занимаются ваши родные родители мать уже на пенсии она была преподавателем по образованию и по специальности отец у меня инженер-технолог работает в данный момент здесь а в городе самарканд гор свет вот так что отвечает за свет главный засвет насколько я знаю ваша деятельность началась с конкурса любимец публики это примерно в двухтысячных начала двухтысячных годов расскажите немного да в этом конкурсе как все начиналось вот мы как раз принципе недалеко на этой улице и находимся если повернуть сейчас направо там у нас находится молодежный центр он был построен точно и вот туда меня привел близкий друг я даже не сказал бы друг это мой брат шахриер многим он известен здесь в узбекистане как один из основателей тоже рэп культуры у меня привел на этот кастинг мы образовали с ним группу мы участвовали выступали были победителями я знаю шахриура я слышал даже пару его песен на что-то вроде тоже тоже свой человек самарканда вот кель кельманин здесь такая очень популярная была я помню потому что я сам вырос немного в ригаре у меня отец родился в ригаре потом он переехал получает потом до 80 что они переехали а потом просто на тот момент работал как женился он сам потом они здесь и жили семью самарканде потом когда женился они уехали работать с матерью вычку дуги и вот поэтому я там родился вот а так отец у меня родом из ригара то что назывался ригар так что круто это привет обязательно вы один из первых если быть точнее первый рэп исполнитель который дал концерт москве так точно да это был 2010 год по крайней мере я не слышал что кто-либо давал до меня 2010 год на тот момент я еще не являлся группы сахар но мы уже записывали треки на пару с долер фон за да то есть выходили под своими псевдонимами я как доллар д а он как долер фон за да у нас были достаточно много с ним дуэтов песен которые в принципе любили вот и благодаря этих песен община нашим успешного звала позвала в москву и я дал там концерт ну что было самое удивительное что в принципе из общины мало кто был а в основном были все местные россияне и так далее да но был битком забит клуб мои слова может подтвердить мастер и смайл ваш наш земляк мой близкий друг товарищ потому что на тот момент мы с ним вместе выступали в этом клубе клуб абсолют 2010 год декабрь я точно помню вот мы вместе на пару с мастер и смайлом выступали в этом клубе получается после этого концерта вы заключили контракт с монтера студии да если я не ошибаюсь 2011 год да мы сняли 2010 получается с декабря на следующий год мы уже получается на 2011 год мы сняли клип на песню разлука а называется она разлука да в принципе до сих пор вы можете найти ее в сетях там пою я также долер фон за да и девочка одна вот это была такая тоже композиция про любовь некая мы все своими руками отсняли я помню как я если увидите этот клип вы увидите там вся стена у нас газета мы сами с товарищем стояли клеили эти газеты то есть все делали своими руками исключительно да от монтажа то есть съемочного процесса руководили вот вместе со своими друзьями все друг другу помогали и после чего эта запись попала в пантера студию это был на тот момент очень крупная студия крупный лейбл понравилось руководству наши работы позвали нас ташкент вызвали провели собеседование не кастинг а собеседование вот именно послушали наш наши стороны чего хотим мы чего хотят они пришли к общему соглашению образовали группу софтов сейчас мы с вами находимся на площади регистан с персидского языка это слово переводится как место покрытое песком рек это песок и стан это место почему назвали меня так на этой территории около 10 веков назад протекала река она называлась арзис но со временем она высохла и после этого остался только песок под название регистан то есть место покрытое песком это место считал центром города первое мадресе выше исландское учебное заведение было построено слева мизу лбеком внуком амера тимура с 1417 по 1420 годы все за три года архитекта звали каумидин шерузи он был родом еще раз из ирана после 200 лет уже мэр города самарканда ялангтуш бахудур построил медресе шердор который было на противоположной стороне и является зеркальным отражением первого мадресе и спустя 10 лет после построения медресе шердор мэр города самарканда пошел главную мечеть для самарканда ты ля кури что переводе специфика языка переводится как работа из золота ты лё кури это было мадресе и высшее исландское учебное заведение также по пятницам служила мечетью люди самарканда приходили сюда чтобы совершать пятничный намаз в этом месте вот по кругам здесь жили исламские богословы мударисы вот эти вот камни все еще один день алисин на сувеке а 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 как конкретно появилась сама группа вас объединил лейбл или же все таки вы до этого так как вы записывали решили объединил как я и говорил ранее и до этой группы в принципе это как сейчас знаете как не агентство мы считаем первые те кто делали вот такой вот как артика стиме агентство там кто еще а малина воевала его там мы были доллар дедали он сюда то есть мы одни из первых кто это и не группа была но творческое объединение то есть у нас постоянно что он не новая песня у нас выходила она совместно и нас считали как уже одно целое доллар дедалер хон за да все как бы группа группа это для них нужно было какое-то название дать так как наш менталитет не позволял бы если бы вышел бы на телевидение в узбекистане доллар деда что это за проамериканские действия сказали бы они наверное вот так вот и поэтому то есть мы стали с очень много у меня есть тоже друзья которые постоянно вас слушают мы ездим машины если особенно они остались со своими девушками они начинают ставить сразу песню вашей и я понимаю что эти песни затрагивают как вы расскажите эти песни они о правдивых историях или на правдивых исключительно вся правдивых но у меня вот часто задают вопрос якобы ты о чем пишешь о своей жизни якобы не все это из моей жизни я такой человек на самом деле я когда знакомлюсь с людьми слушая их историю я очень мнительный можно тайра так сказать я очень все близко к сердцу воспринимает если действительно мне какая-то история затронула или за дело и пока я вот это все на листок бумаги в микрофон на запись трека не выложу мне легче восстановиться но самая яркая ваша песня это ваш совместный дуэт с вашим толерам это песня джонам не осведомлено творчестве нашей джоном называет потому что что часто подскажите об этой песне как она родилась она родилась в ташкенте ночью мы сидели и думали чтобы нам записать новенького и вот решили на своем родном языке написать столетчиком вот кстати мастер и смайл тоже один из тех кто нам помог со словами на тот момент мы с ним очень давно дружим он помог и вот образовалась такая песня налегке в принципе знаете вот я одно понял когда ты стараешься думаешь голову ломаешь над какой-либо вот над какой-либо работа именно вот я не знаю я сейчас говорю именно за свое творчество именно за музыку вот мы можем месяцами там годами трудиться над треком да потом можете не выстрелить а вот те треки которые так относится налегке он просто взял записал выпустил и народу нравится здесь в узбекистане допустим очень-очень-очень нравится эта песня йоткарда многим-многим то есть узбекоязычным русскоговорящим то есть те кто не знаю даже что такое форси что такое таджийский язык они понятия не имеют при этом они поют у нас был с долерчиком 2013 я могу ошибиться может двенадцатом году мы выступали с ним в нукусе собрали семь с половиной тысяч человек на стадионе да на тот момент они говорили сами кто внукусе живет что мы первые те кто собрали такое количество людей ну а внукус это у нас получается каракалпак да у них и другой похож казахскому языку и весь стадион когда мы исполняли йоткардан весь стадион хором пел эту песню это было что-то семь с половиной человек представьте семь человек стадиона и все исполняют эту песню это было что-то и мы поняли что тогда да вот это успех вот это реально успех когда песня сделала вы считаете эту песню вот самый важный самый хитовый да 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 несомненно несомненно одна из лучших композиций у вас с брюсом совместный проект да это он наверно объяснил за счет своего имени не удивлялись он мне говорит что я покажу паспорт так он не собрал это мой названный брат который я также считаю родным хотя мы друзья но я его также как своего родного брата что его зовут брусли кадыров я понимаю наверное людей мы например с ним 2005 году познакомились это был 2005 год также вот на вот этих проектах молодежном центре 2005 год и он когда пришел здравствуйте я брус я брус я помню один из моих друзей писал говорит я шварценеггер но я уже свык то есть уже сколько лет мы с ним дружим для меня имя как имя уже мы все вот брус 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 вот а тогда все кто первый раз знакомиться они удивляются как это происходит на самом деле у нас в узбекистане три бруса он самый старший считается да есть еще кореец у нас брусли и еще один мальчик узбек брусли вот тех я не знаю а самаркандский кореец самаркандский он тоже брусли это наш самый старший брусли не я думал что он сам переименовал историю мне рассказали что его отец мастер спорта он сам чемпион мира по карате то есть шо по его стопам вот такой наш брусли расскажите о вашем совместном проекте вот геймбэйс который есть как вы пришли к выводу что вы вместе будете все-таки назвали ты ля кури потому что декорация мечети она была золотой но со временем так как уже здесь велись реставрационные работы в 70-х годах 1970 году все было покрыто с усанним золотом если честно всему все равно голова старший брат я всего лишь так сказать творческий идея вдохновитель может быть это он пришел к выводу что действительно этот бизнес сейчас процветает если вы зашли допустим в такие метки игровые центры и вы увидите то что там за 30 кому за 30 он сидит там как ребенок играет это сейчас очень прогрессирует я считаю поэтому мы пришли к выводу что нужно открыть такое место название не стали заморачиваться долго игровая база то есть место то где ты можешь себя почувствовать свободным поиграть оторваться все равно это своего рода эти компьютерные тренажеры я считаю это все равно своего рода спорта да это спор что ты взяли допустим выплескиваешь свои эмоции на груши и там можешь на клавиатуре там на соперника и поорать нужно и пострелять хороший бизнес я считаю на данный момент 21 веке где правильно всем найти технологии да я сам не игрок но знаю что вот в этом виде спорта крутится миллионы миллионы долларов и мне рассказали официально просто мы это еще чуть что сподвигло нас открыть такое место в узбекистане официально приняли законом что киберспорт то есть приняли да поэтому мы вот в этом с этого года хотим развивать его то есть на нашей территории на нашей геймбейс будет проходить чемпионаты мы хотим устраивать чемпионаты вот и развивать этот вид спорта здесь у нас стране я так понимаю вы как да 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 я больше за творчество именно вот все все что по творчеству продвижения нашей компании занимаюсь я а голова это брус лицо компании для 2 получается лицо и кто отвечает за маркетинг ваша игровая база она работает несколько недель да и мы еще до сих пор в принципе еще официально не открылись хотя она открыта на данный момент ну то есть это в тестовом режиме чтобы вдруг какие-то нюансы есть там люди могут прийти протестировать машины потому что их там немало 50 компьютеров это только на третьем этаже вот второй этаж у нас sony playstation кабинки бары если но вы в принципе все снимали сами все видели как думаете вы будете масштабировать планируем самарканде планируем пока еще точно не могу сказать подать дай бог как там пойдет пойдет хорошо в принципе завтра можно как будет идти я смотрю есть современные здания еще но они построены еще приезжают сюда сравнивать самаркан с питером а на тур если в питере почему-то сравнивать я набрали в питере не был ноги сравнивать с питером но так как и основную часть жизни до провели в самарканде но самаркан для вас близок там не говоришь все ну да в учебнике принципе я с детства уехал оттуда то есть родился до 10 лет на пожили потом переехали самаркан почему я люблю в принципе если так взять посчитать по по годам именно я в ташкенте большую часть жизни из всех городов даже больше чем самарканде на самом деле прожил я уже 16 17 лет живу в ташкенте самостоятельно вот но самаркан все равно я считаю почему ближе и роднее из всех городов он меня на научил быть мужчиной научил он меня воспитал может так сказать он воспитал этот очень город такой со своим характером учит отвечает за свои слова за свои поступки и действия поэтому самарканд это мой воспитатель ближе всех и мне очень нравится здесь а атмосфера этого города вот его древность я очень люблю когда я куда-то летаю если я то есть у меня есть выбор куда-то полететь в другую страну я стараюсь лететь туда где именно есть у страны история то есть допустим к примеру если предложат дубай или допустим лондон я выберу в лондон то есть там есть своя история своя архитектура я творческий человек наверное поэтому мне больше нравится там где есть история почувствую чем еще занимаетесь помимо творчеством сейчас и вашими проектами с сыном недавно родился три месяца назад спасибо большое три месяца назад родился у меня сын вот и можно сказать свободное время только там я понимаю потому что я сам отец да ну вот и объяснять в принципе нет как находится любое свободное время сразу домой сразу домой я представляю я представляю моментально моментально мышление прям вот ну чтобы в общем даже если я сейчас чтобы вам не говорил тех у кого нет детей вы по-любому не поймете потому что я ставлю себя на свое место когда мне это говорили я не понимал особенно когда говорили я в принципе не такой эмоциональный человек чтобы там заплакать или еще что-то там какую-то слабинку показать это было мне когда у меня у друга до моего сына родился тоже у него сын и он мне говорил брат я там заплакал когда взял его на руки я там над ним в своем стиле посмеялся давай говорю женский мне свои истории не рассказывай и когда действительно мой сын родился я это это не объяснить слезы сами потекли откуда не возьмись вот и ком в горле стал это счастье в общем не передать я был действительно на седьмом небе это действительно счастье я думаю на это очень крутой ноте мы попрощаемся с галером так как он сейчас в гостях у своих друзей новом заведении не будем долго задерживать всем спасибо подписывайтесь ставьте лайки колокольчик да да тыкайте по колокольчику всем спасибо с вами был дали рометис будьте здоровы самое главное и пусть над вашими головами всегда будет чистое небо спасибо за гостеприимство не за что наши друзья из компании samsung татикстан предоставили нам вот такие крутые наушники айки джей для того чтобы участвовать в конкурсе необходимо подписаться на канал на мой инстаграмм я оставлю ссылочку в описании поставить комментарий под этим видео и все ожидайте удачи удачи